друзья всем привет сегодня речь пойдет о расширении цвета и шорткат это аналог расширения цветы и хелпер на которой я уже снимал обзор в этот обзор можете найти на бусте если в поиске вот 10 напишите цветы и и у вас высветится вот такой вот ролик это цветы и хелпер соответственно сегодня мы будем немножко поглядывать на расширение цветы и хелпер потому что эти расширения очень похожи но отличие в них все же есть сразу же давайте покажу как установить цветы и шорткат переходим в extensions нажимаем его был load from и в поиске пишем цветы и у нас высветится все плагины которые работают с цветы перед кнопкой install есть еще такая пометка stars и вот здесь вот у расширения цветы и хелпер звездочек гораздо больше 1800 против цвета и шорткат у нее всего лишь 89 это говорит о популярности приложения цветы и хелпер достаточно старое приложение и на нее было снято уже очень много обзоров разными блогерами отсюда и такая большая популярность это не говорит о том что цветы и шорткат совсем плохое приложение но по функционалу они конечно же отличаются возможно кого-то больше привлекает filter в общем чтобы установить цветы и шорткат нажимаем install переходим install нажимаем apply and restart ui интерфейс автоматика перезагрузится и у вас появится вкладка цвета и шорткат теперь давайте покажу какой функционал заложен в этом расширении как выглядит моя небольшая база модели в отличие от этой хелпер здесь мы можем вкачивать промка то есть парсить их цвета и уже хранить себя на компьютере а также вся загруженная информация цвета и о моделях о лорах будет тоже хранится у вас на компьютере extensions в цвета и шорткат то есть вот в этом от расширении внутри будет храниться вся информация о ваших моделях то есть описание training текст ссылки на страницу цвета и разработчика ссылки на модели если вспомнить цвета и хелпер то там хранилась ссылка на страницу разработчика и по моему на тренинг текст еще по моему хранился промт с первой картинки модели здесь же мы можем парсить и хранить промты пользовательской галереи с этой модели я напомню это вот это вот то что снизу пользователи выкладывают здесь же тоже есть промты соответственно эти промты мы тоже можем download скачивать и хранить то есть если они просто у вас загружаются они не скачиваются а если вы нажмите download они скачаются ладно сейчас дойдем до этого момента здесь хранится максимум а страница разработчиков и еще хранятся промты то есть они скачиваются хранятся у вас на компьютере от civetai helper в основном хранились ссылки там но по минимуму информации первое на что вы должны обратить внимание здесь есть первые главные вкладки это вот эти самые верхние civetai shortcuts здесь находятся все ваши модели для информации о ваших моделях о лорах текстовых версиях и так далее все что вы загрузите дальше мы разберемся как загружать следующая вкладка здесь предусмотрено сохранение рецептов ну prompt грубо говоря сохраненные вами prompt и могут быть также классифицированы как и модели здесь есть система классификации ну то есть грубо говоря как папки у вас на компьютере хранятся также у вас будут и классификаторы или еще как сказать класс которому будет принадлежать та или иная модель или тот или иной рецепт то есть prompt чтобы вам было проще потом искать то есть выбираете допустим аниме и у вас prompt и с аниме вот эта вкладка это prompt и здесь вы можете добавлять свои prompt и можете их добавлять из парсиных промптов я дальше покажу как это делать этот кстати prompt с парсиный ну со сканированный буду говорить со сканированный prompt с сайта civetai дальше assistance здесь мы можем как раз таки создавать классы заметь что здесь мы создаем классы исключительно для моделей текстовых инверсий лор не для промптов для промптов здесь по-другому немножко класс создаются я тоже покажу сейчас как отделается сейчас будем говорить о классах давайте к этой вкладке немножко попозже вернемся как создать класс иначе как бы не с того получается мы начинаем еще следующая вкладка manage здесь у нас настройки этого расширения если не знаете что это означает просто нажимаете правой клавишей мыши перевести например на русский язык нормальное описание можно понять что значит каждая опция возвращаемся теперь на главную вкладку civetai shortcut здесь у нас есть три таких блока внутри civetai shortcut три блока 1 блок 2 блок и 3 блок 1 блок он имеет еще четыре вкладки сейчас нас открыта первая вкладка upload то есть сюда мы можем загрузить ссылку с цвета или загрузить ярлык давайте покажу как загружать ссылку и давайте покажу как загружать ярлык чтобы загрузить ссылку переходите на сайт civetai находите есть модель текстовую версию лора неважно копируете вот этот вот адрес нажимаете копировать переходите обратно в автоматик в upload и вот сюда вот нажимаете правой клавишей вставить и автоматически начинается загрузка модели модель загрузилась теперь давайте обратим внимание на второй блок здесь нас как раз таки находится вся информация о модели здесь у нас верхние три вкладки есть и нижние три вкладки сейчас есть model information этой информации о модели версии модели от сколько здесь версии для dream shaper то есть можем выбрать любую версию естественного разные версии будет разное писание и разные изображения и вот эти три вкладки краски это изображение это главное изображение страницы цвета и description это описание присущи вот этой вот версии 8 и download здесь мы можем скачать эту модель я сразу скажу я вот этим download не пользуюсь сейчас покажу как по-другому скачивать модели и на мой взгляд более удобно здесь он предлагает папку dream shaper создать у меня папки модели выглядит вот так никакой папки из dream shaper нет я ее здесь видеть не хочу а он не предлагает ее создать естественно это для меня неудобно поэтому вот этим download я не пользуюсь я перехожу в description здесь полное описание training text есть есть model text есть ссылка на страницу разработчика то еще к ним прям сразу перелетаем dream shaper есть download here нажимаем download here открывается окошко загрузки как будто мы нажали скачать и выбираем нужную нам папку нажимаем сохранить и эта модель скачивается нужная нам папку по моему это намного удобнее в общем надеюсь в description информация прямо полностью этой странице разработчик что вам не переходить на эту страницу прямо здесь ее читаете если не знаете перевод право клавиши нажимаете перевести на свой язык images это не просто картинки со страницы цвета и это промпты нажимаете на любую картинку и в правой части смотрим третий блок появляется промпт здесь есть кнопки вставить тексту имидж ставить в имидж ту имидж а ведь он paint ну и так далее или добавить в рецепты о которых я только что говорил вот они рецепт если со нажмете он прям перекинет вас в рецепт потом здесь мы можем поставить classification классификацию какую-то задать сразу уже покажу как если вы забыли просто классифицировать все ваши модели вас их там куча как это сделать чуть проще но хорошим правилом будет взять сразу добавить класс и нажать апдейт то есть присвоить класс этой модели мне допустим есть отдельный класс лора здесь у меня только лора можно еще создать класс текстовой версии там будут токс текстовой версии что все в кашу не перемешивалась обратим внимание что здесь есть еще кнопка download вот если вы просто просмотрите вот эти вот картинки на крестик можно вернуться к общему списку картинок если вы просто их просмотрите то они не скачаются а вот если вы нажмете download эти изображения загрузится и куда они загрузятся они загрузятся в outputs в outputs у вас есть там тексту имидж и так далее вот разные папки и появилась теперь папка download images эта папка как раз таки всех промтов изображений соответственно этого расширения нажимаем и здесь я уже под накачал так нормально разных промтов найдем наш dream shaper перейдем него здесь есть images это основные изображения они кстати разные у разных версий то есть если вы в этой версии скачали у другой версии надо будет тоже также то скачать вы отсюда можете прям сразу в промт перетащить это изображение нажать синюю кнопку и у вас все настройки автоматически выставиться по этому промт нажимаете generate все готово промт уже ваш но для каждой модели есть еще папка user jewelry images jewelry images это уже промты изображений из галереи если мы вот сюда перейдем на страницу разработчик вот это вот основные промты а вот это вот галереи то есть и эти галереи тоже парсится или сканируются вместе с экзи фами соответственно с промтами перейдем обратно на вкладку цвета и shortcut и здесь вот она эта вкладочка user jewelry то есть нажимаем user jewelry у нас открывается изображение из галереи которая только что показал который будут у вас хранится вот в ответ папке здесь вы тоже должны нажать download images если хотите их загрузить вот 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 папку user jewelry images если они вам не интересно то можете нажимать download и они загружаться не будут все что помечено здесь not safe for work это в общем-то изображение not safe for work если вы хотите видеть и хотите чтобы они загружались и также их скачивать вам нужно перейти на вот эту вот вкладочку а у плода вот эти еще вкладки не разобрали и соответственно вот этот не разобрали давайте разберем последнюю не по порядку немножко пройдем здесь есть not safe for work фильтринг и у меня он выбран он вы можете выбрать off и тогда у вас эти изображения неприличные тоже скачаются ниже есть уровень этого not safe for work лайтовый средненькие пожестче соответственно чтобы уровень и все работали нужно его сначала отключить напомню еще галерея сама по себе большая для того чтобы перейти на следующую партию изображений у вас есть вот здесь вот кнопки next page превью page и first page здесь вот есть total pages и у этих они здесь 1200 мы находимся на второй странице вы прям можете сразу листануть там на какую сотую страницу и перелистывать там через 2 через 3 если вам вот этот партия изображений и как страница изображений понравилось нажимаем download она скачивается и уже потом в папке outputs вы можете эти изображения вместе с промтами закидывать себе в автомате есть еще кстати до кнопка end page а сразу на последнюю страницу здесь там будут самые новенькие изображения чтобы вот эту папку outputs у вас каждый раз не искать не бегать по ней вы можете нажать open download image folder и прям сразу откроется ваша папочка dream shaper где у вас будет папка images и user jewelry images это достаточно удобно так очень удобно переходить к этим промтам для загрузки мы рассмотрели вариант с копированием ссылки теперь давайте рассмотрим вариант с ярлычком и давайте перейдем в лору mode detail допустим здесь вот перед адресной строкой есть такой замочек вы можете этот замочек скинуть себе примерно рабочий стол это будет прям ярлык на вот эту страницу ну кстати по нему можете прям сразу перейти на эту страницу а можете от ярлык закинуть вот сюда вот вот в это вот поле это же начнется автоматическое скачивание вот загрузилась это лора все абсолютно то же самое что и с моделями прямо один в один что вам не путаться вы классификацию выставляете лора сейчас я чуть позже покажу как создавать эту классификацию то есть выбирайте здесь нужный вам класс сразу лора апдейт и у вас все это лора уже будет в классе лора чтоб потом с моделями это все в перемешку не было остальные все вкладки примут все то же самое и с изображениями с промтами выбирайте любое изображение вот ваш промт отправить его в тексту имидж нажали скачать он у вас скачал соответствующую папку нажали open download images переместились папку с этими изображениями давайте чтобы не тянуть время не говорить одно и то же продолжим дальше изучать вкладки следующая вкладка рядом с upload есть браузинг здесь находится последняя выбранная вами модель если нажмете этот крестик закрыть то покажутся все ваши модели если вы захотите их отфильтровать по классам классификацию выбираете выбирайте пример лора и у вас показываются исключительно только лора если вы здесь сделаете класс текстовой версии будет текстовой версии sdxl прям sdxl ток если выбрали и лора и sdxl соответственно должен быть класс там и лора и sdxl лора убираю у меня вот есть sdxl модель если хотите опять все видеть убираете классификацию и видите опять все подряд здесь также есть поиск фильтр но это вы разберетесь я думаю сами браузинг здесь вы видите все ваши модели и щелкнув по любое вы переходите информация об этой модели хотите увидеть опять весь список закрываете картиночку выбираете другую модель переходите уже другой модель это достаточно удобно дальше есть следующая вкладка scanning new version выбираете здесь что вы хотите сканировать checkpoints лора и так далее нажимаете on поставка он просканирует он вам покажет модели для которых есть более новой версии чтобы вам не бегать по цвета и не смотреть а появилась ли новая версия для вашей модели вы можете прямо здесь просканировать и сразу видите то есть что-то новенькое и уже потом может переходить на страничку например у смотрите в риф один пример появилось что-то новенькое я перехожу сюда и прямо здесь могу раскрыть и посмотреть у меня вот первая версия а есть уже версия 1.3 могу перейти к 1.3 посмотреть прям здесь уже и переходя на сайт какие есть картиночки а полистать их весь список посмотреть смотреть и сергей перейти в дискриптом и выбрать вот здесь в одну из ссылок нажать скачать все можно сделать прям вот на вот этой вкладке не переходя вообще в цветы последнюю вкладку есть разобрали это но цифру work теперь давайте перейдем на головные вкладки сейчас мы были на вкладке цвета и шортка дальше мы помним мы говорили ромд рецепт вы можете здесь фронт ввести прям самостоятельно полностью а можете найти этот промпт раузинг переходим допустим на модели кибер дефюжен переходим в галерею юсер джели находим здесь любой пром который нам нравится например выберем вот этот промпт ждем пока этот промпт прогрузится прогрузился нажимаем кнопку центр рецепт и добавим этот промпт в наш рецепт на автомате у нас перебрасывает в папку промпт рецепт здесь уже наш промпт добавлен все настроечки добавлены от промпт добавлен нам здесь необходимо ввести только название идем например название киборг-1 пустимся немного вниз и здесь мы увидим тоже есть классификации не та которая для моделей здесь своя классификация давайте здесь введем класс арт все добавили класс неважно что его там на списках нет прямо добавили его вручную выбрали название все это заполнен нажимаем create создать и теперь у нас создан первый промпт него есть прям картиночка название здесь фильтрах теперь мы можем выбирать класс арт и уже для последующих артов которым будем создавать мы уже будем прямо из списка выбирать арт что там не на путь с буквами ничего в общем то можем использовать вкладку промпт рецепт для хранения наших промптов я храню свои промпты просто вот так вот в папке возможно этот вариант более удобный все-таки здесь есть какая-то классификации ну и плюс конечно эти промпты добавлять удобно копирую их просто из уже готовых промптов достаточно в общем то удобное решение здесь кстати в рецептах мы можем отправлять наш промпт в тексту имидж имидж то имидж или in paint ну в общем то понятно это стандартный блок кнопок давайте перейдем к следующей вкладке assistance на этой вкладке краски создаются классы для наших моделей текстовых инверсий и лор здесь мы нажимаем new classification пишем любой класс который мы хотим задать сюда я записываю textual inversion могу какое-нибудь описание добавить или картиночку для этого класса этого делать не буду недостаточно одного названия нажимаю create если вы потом захотите его удалить то вот здесь вот раскрываете стрелочкой вниз кнопку и нажимаете delete я сейчас нажму create можно нажать update изменить название а можно нажать delete чтобы удалить этот класс и вот здесь вот classification лист все наши классы additional shortcut models посмотреть все наши модели если вы на добавляли много моделей или лор а классов им не присвоили удобнее будет эти классы присвоить вот именно вот здесь вот в assistance на вкладке additional shortcut models открываем список всех ваших моделей лор и так далее правой части либо создаем новый класс либо вот возвращаемся обратно в classification выбираем примеру лора обратно переходим на вкладку additional shortcut models и добавляем сюда все что у нас относится к лорам просто щелкнув по модели или лоре нажимаем щелчок и она уже вот здесь если вы хотите удалить что-то отсюда ставите галочку delete from classification и выбираете вот здесь уже вот в этом вот в этой части экрана щелкаем и отсюда эта модель удаляется потому что это была не лора я естественно и обратно удалил если вы вот в этой части хотите открыть весь список нажимаем крестик и открывается у нас весь список и так далее можем продолжать наши модели закидывать в тот или иной класс в общем-то assistance помощник добавление классов и распределение модели по классу на вкладке manage я воспользовался лишь одной функцией user gm images это пользовательская галерея изображений и там есть количество строк во сколько строк будут сканироваться и добавляться изображений то есть сколько строк я буду одновременно видеть по умолчанию стояло две строки я выбрал три нет моем экране удобно видеть сразу три строки давайте покажу о чем я говорю переходим цвета и шорткат выбираем браузинг выбираем какую-нибудь модель если вас открыт какая картинка закрываете ее чтобы от поразился весь список изображений и вот видите у меня здесь изображение расположено в три ряда вас по умолчанию они будут два ряда потому что вот в настройках стоит два ряда вот об вот этой вот опции окраски только что говорил здесь можете выставить три или четыре все зависит от вашего монитор не помню говорил я или нет модула информация здесь вы можете классификацию задавать прям при сканировании модели чтобы потом не бегать в ассистанс и там не распределять прям здесь задали сразу и все забыли все что вы здесь нажали download скачать все у вас будет храниться на компьютере у вас будет все в доступности промпты информация о модели и ссылки цвет очень удобно на этом у меня все если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в наши группы в к и телеграм посетите наш бусти там все аккуратно разложено ссылками по времени в телеграме у нас очень активная группа там можно задавать вопросы очень много пользователей вам обязательно кто-нибудь ответить можете поделиться своими изображениями если хотите поддержать наш канал вы можете это сделать в бусти спасибо за просмотр всем хорошей генерации всем удачи всем пока